Итак, я сейчас на массе, набираю вес, но при этом надо набирать вес чем-то полезным. Я тут подумал, что чай, допустим, я пью с разной дрянью, потому что кушаю-то я нормально, а вот с чем пить чай? И тут я вспомнил, что когда был на жесткой диете, на сушке, протеин уже вообще не лез, готовил я протеиновые блинчики. Протеиновые блинчики, оладьи протеиновые, омлеты, то есть вроде еда, но на самом деле все из протеина. Думаю, сейчас, чтобы было с чем пить чай, сделаю протеиновые оладьи. Все очень просто, для этого нужно протеин, безвкусный протеин, нормальный, сывороточный. Потом понадобится 4 яйца, но я не буду делать много этих оладьев, 4 яйца, немножко творога добавим, молока и соли. Все, быстро приготовим, пожарили, убрали в холодильник. Сел пить чай, достал, немножко меда капнул, вкусно и, что самое главное, полезно. Ну и так, поехали. Как обычно, как обычно, не все яйца мы сюда разобьем, мы сделаем здесь будет 4 белка и 2 желтка. Все как положено. Смотрел сегодня новости, смотрел сегодня новости, все, лишили, лишили россиянских сирот последней надежды, сирот инвалидов последней надежды отсюда уехать в Америку. Все, запретили америкосам усыновлять российских детей-инвалидов. Вот слава тебе, Господи, вот все, теперь все-таки инвалиды вот у нас и останутся. Не поедут страдать в Америку, мучатся. Чиновникам, чиновникам американским, причастным к принятию закона Магницкого, тоже запретили въезд в Россию. Они, я не знаю, как они будут жить. Водка, баралайка, не смогут смотреть на Красную площадь. Владимир Ильич, короче, нанесли непоправимый ущерб американским чиновникам. Ну, кое-что и на самом деле приняли. А именно, приняли закон о том, что можно теперь общественной организации въебывать без всякого решения суда. Закрыли, все, введете антироссийскую деятельность. Все, не надо ни суда, ничего, все взяли. И можно также арестовывать американское имущество. Ну, об этом не говорят, но это тоже важно. Так, один, один получился. Один даже желток здесь, всего, совсем чуть-чуть. Немножко молока, совсем чуть-чуть мы в дэшку. Так, протеина побольше. Протеина побольше, чем в омлет, намного больше. О, еще молока. Все, взбиваем. Так, ну, протеин с яйцами и молоком взбили. Теперь сюда берем пару ложек луки обычной. Лука хлебопекарная. Взбиваем еще ее. Так, и дальше. Дальше мы пьем сюда пару пачек творога. 100 граммов. Ну, будет 200 грамм творога, не так много. Но, для вкуса. Кто-то купил, попортится у меня. Так, все нормально замешано. Теперь, теперь можно сюда насыпать кокосовые стружки для вкуса. Очень любую кокосовую стружку. В детстве баунти жрал килограммами. Килограмм я жрал в детстве баунти, сникерсы и прочие сладкие вещи. Но никак не мог набрать массу. Но не мог. Хорошо прошла у меня вот эта вот детская пора. Так. Дальше берем соль. Нужно посолить. Сахар класть не буду. Потому что потом можно будет с каким-то сиропом это все с медом, с сиропом употреблять. Так, ну, в принципе, вместо вместо кокосовой стружки сюда всегда можно добавить кито-орехи, можно добавить изюм, мак. Мак можно добавить. Соответственно, будет уже с добавлениями, с разными, блинчики. Все, готова смесь для оладий. На сковородку. Делов. Раз, два. Так. Ну, теперь все очень просто. Берем тесто. И заливаем в сковородку. Густовато получилось. Жидковато. Получается просто блинчик. Ну, ничего страшного. Ну, короче, как обычно. Я думал, что будут оладьи, получились блины. Но, чем блин хуже оладушка? Да, ничем. Того консистенции. А ножик есть ли у тебя? Наживаться на соратниках. Ну, блядь, вот я думал, ты сам возьмешь. Что ты думаешь, вилки порезать? Шлема. Ну, блядь, я хоть у тебя мацака получилась протеиновая. Протеиновый жрал мацук? Нет. А, жрали бы же у этого, у алгара. О, как его, блядь. Блядь, на рублевке у типа цыгановского дружка. Как его зовут, забыл. Богдана. Богдана. Мацук со свининой, да. Мацака, хлебцы. Хрустящая. Я бы раньше думал, что мацак каши. Я все тоже думал, как-нибудь хуйня. Мне казалось, такой заебатый. Типа манный. Сведок, сейчас медом вообще без нас будет. Ребят, не ем. Это говно-пчел. Мурашки. Да. Можно сделать задухание в видео, там типа можно заебить все удобно. Можно с медом. Я мед не ем, это говно-пчел. Я просто ток и пить. Вот это дурак. Там, блядь, да нихуя, мед, это не говно-пчел. Хули он школить не учился. Иногда я запустил фейковую новость, она стала правдой. Агун. Про упрощенное обладавание. Я бы так какую-то хуйню написал, а через неделю закон вышел. Блядь! Я сейчас започу, что Путин подал в отставку. Ну, пожалуйста, и так тебе побегут эти владельцы нефтяных компаний. Пожалуйста, Константин, напишите, что наши акции пошли вверх, а у бразильской нефти вообще кончилось. Кончилось месторождение. Одно, второе и вышки не работают. Сейчас, Константин, миллиард долларов наличный. За репост. Нет, вы напишите только. А ты так скажешь, если просто напишу, не работает, надо, чтобы тесак перепостил. Но это плюс 3000 рублей. Ну, эта сумма не может нам быть позволительной. Непомерно. Извините. Вот ты, блядь, я будешь волосы рвать на голове. Я напишу секундочку. Вы попали в бонусный день, когда я делаю репосты бесплатно. У меня же есть пароль от его дурака с традицией. Так и будет.